здравствуйте мои подписчики и гости моего канала рада вас всех приветствовать сегодня я буду готовить настоящие традиционные белорусские колдуны для этого нам понадобится совсем немного продуктов картошка лук и фарш лука 3 луковицы фарша 500 грамм и полтора килограмма картофеля 1 луковицу маленькую я отложу остальные натру и добавлю в фарш лук я натираю на мелкой терке перец и соль больше никаких специй я добавлять не буду в фарш солите и причите по своему вкусу хорошо перемешать все вместе это настоящие белорусские колдуны которые я ела в детстве которые готовила мне моя бабушка начинка может быть разная очень часто вместо мясного фарша бабушка делала грибной 1 столовая ложка сметаны для сочности еще раз все хорошо перемешать это не зразы это не дранники это белорусские колдуны на мелкой терке я натрю картофель у меня терка для корейской морковки можете измельчить в миксере это также дело каждого как ему удобно но мы именно натирали всегда на мелкой терке картофель и корейская терка как нельзя лучше подходит для этого теперь нам нужно отжать тертый картофель и удалить лишнюю жидкость можете отжать также и через марлю но я привыкла отжимать так через сито так и буду продолжать делать картофель отдает очень много сока его не выливаем отставляем в сторону картофель должен быть не влажный и не сухой сюда же перец у меня разная смесь перцев и соль все конечно солить и перчить по вкусу 1 маленькая луковица которую я отложила также натереть на мелкой терке и добавить картофель жидкость которая у нас осталась от картофеля слить и эти сколько крахмала на дне у нас и вот так же добавляем картофельной массе колдуны получается очень сочные и потрясающе вкусные все хорошо теперь перемешать я уже разделила фарш у меня получилось 8 таких котлеток они не маленькие у меня немного картофельной массы на ладонь сверху мясной фарш слой должен быть не тонкий и не толстый сверху и еще картофельной массы и хорошо укутываем вот такой колобок у нас получился и так продолжаем лепить колдуны делаются они быстро не трудоемкий процесс результат вас я гарантирую очень понравится лепить колдуны и сформировали и теперь на любом растительном масле обжариваем на сковороде до золотистой корочки с двух сторон сильно я не ужариваю просто чтобы получился золотистый приятный цвет масло я использую подсолнечное обжарили и складываем форму накрываем пищевой фольгой к этому времени духовка уже должна быть разогрета до 180 градусов режим вверх-низ чуть выше среднего положения и выпекаем колдуны примерно 25-30 минут если вы хотите чтобы они получились золотистыми сверху за 10 минут до окончания снимите фольгу и посмотрите какая красота получилась аромат стоит на кухне аромат стоит на кухне со сметанкой это самое то что надо сметана подчеркивает вкус колдунов горячие еще разрежу и покажу вам какие они внутри посмотрите как красиво а как это вкусно обязательно попробуйте приготовить я больше чем уверена что вам понравится этот рецепт рецепт из моего детства всем спасибо за просмотр приятного аппетита и до новых встреч и